Как и с кем воевали Будённый и Ворошилов? Здравия достойным! Сегодня я продолжу рассказ о Семене Михайловиче Будённом и Клементе Ефремовиче Ворошилове по книге Петра Балаева. С момента создания первой конной и Ворошилову, и Будённому стало понятно, что им придется противостоять как военспецам Белой армии, так и, как это не парадоксально звучит, военспецам, которые числились в Красной армии. Шорин к 1920 году ненавидел Будённого люто. Он не забыл, как его зверски отодрал Ленин еще за манипуляцией с конным корпусом, когда Шорин не давал в буквальном смысле этого слова начать операцию по разгрому Мамонтова. Кто же такой этот Шорин? В наше время большинство уже даже фамилии такой не знают, не то что помнить этот персонаж. Для лучшего понимания ситуации я напомню. Василий Иванович Шорин, из Мещан, сын ремесленника, уроженец города Калязин Тверской губернии. Общее образование получил в Третьей Казанской гимназии, окончил Казанское пехотное юнкерское училище и офицерскую стрелковую школу. В русско-японскую войну командовал ротой, в Первую мировую батальоном. В июне 1915 года подполковник 333-го пехотного глазовского полка. К июню 1916 года полковник в том же полку. После Октябрьской революции перешел на сторону советской власти, был выбран солдатами начальником 26-й пехотной дивизии. В сентябре 1918 года в Вятке добровольно вступил в Красную армию и был назначен командующим 2-й армии Восточного фронта. Сразу становится понятно, для чего он перешел на сторону Красных. С командира полка в командармы. Неплохой взлет. Тут и паек приличный, и под пули лезть необязательно. Кем он мог быть в Белой армии, учитывая его невеликие заслуги? Ну, скорее всего, взводным в офицерском полку. И это в лучшем случае. А тут такой взлет. О российском офицерстве, его боевых качествах и об особой популярности, в кавычках, у солдат я уже говорил. Но оставим на время этого стратега, перейдем к его начальству. Лев Давидович, коль у него не получилось протабанить дело созданием Красной армии, решил сделать ход конем. Он выбросил лозунг «Пролетарий на коня» и спешно начали пытаться создавать конные армии. С Мироновым уже обломались, но не успокоились. На очереди был Думенко. А первую конную, после занятия ею Ростова, когда Деникину она нанесла фатальное поражение, решили ликвидировать. Разумеется, такое победоносное соединение расформировать никто бы им не дал. Поэтому его решили подставить под разгром. Деникинцы, выбитые из Ростова, окопались за Доном, используя естественные преграды реки Дон, Маныч и Кайсук. Они выстроили долговременную оборону. Буденовцам же поставили задачу эту оборону прорвать в районе Батайска и выйти на линию Ейск-Староминская-Кущевская. То есть бить в лоб изготовившегося к упорной обороне противника. Да еще конницу бросили через Батайские болота, которые даже в засуху были труднопроходимыми. Предварительно Кодла Троцкого надуло Ленину в уши, что банда Буденного, захватив Новочеркасск, нажралась спирта и разграбила город, устроив там еврейские погромы. Весь смак в том, что ни одно подразделение конармии даже не входило в Новочеркасск. Расчет был сделан на то, что если Ворошилов с Буденным откажутся губить лучшую конницу РККА в Батайских болотах, то их обвинят в разложении и партизанщине и убедят Ленина банду расформировать. Пока будут разбираться и проводить трибуналы, дело будет сделано. Прокол замысливших эту подлость состоял в том, что они не предполагали следующее. Ворошилов и Буденный военного образования не имели, но были прирожденными военными. Поэтому, известив штаб Юго-Восточного фронта о том, что наступление через Батайск является глупостью, они поставленную задачу начали выполнять. 17, 18, 19 января первая конная пыталась вести атаки в направлении Батайска. Сам командарм и Ворошилов шли в наступающих порядках. Во время одной из атак Климент Ефремович едва не погиб. Переправе через замерзшую реку он с группой буденовцев попал под артиллерийский обстрел. Лед треснул, и Климент Ефремович провалился с лошадью в полынью. Конь, подарок Буденного, англичанин Маузер, седока не сбросил, что и спасло Ворошилову жизнь. В это время началась встречная атака казаков. На Ворошилова выскочило несколько станишников, которые попытались его пленить. Ворошилов отстреливался и уложил несколько человек. Здесь и подоспела помощь. А вот с Маузером Климент Ефремович не расставался, пока жеребец не умер от старости. Чучело знаменитого коня было выставлено в музее Красной Армии. Положение осложнялось тем, что находившиеся на флангах Кун Армии и остальные армии активности не проявляли. Поэтому командование Белых спокойно снимало войска с других участков фронта и бросало их против буденовцев. А 21 января части Первой Конной понесли уже очень серьезные потери. И терпение Ворошилова и Буденного закончилось. Им стал ясен весь замысл Шорина. По прямому проводу они потребовали от конфронта отменить приказ губящей армию. В ответ услышали, что Первая Конная утопила свою славу в винных подвалах Ростова. Тогда Ревоенсовет армии направил телеграмму Сталину и Троцкому. В ночь на 9 января Коннармия с боем заняла город Ростов-на-Дону и Нахичевань. Весь день 9 и полдня 10 января шел бой в городах и на переправах через Дон. Вследствие оттепели, дождей и уничтожения переправ противникам, Коннармия была лишена возможности на плечах противника переправиться через Дон и занять Батайск и Кайсук. В течение 8 дней противник оправился и оттянул в район Азов-Кайсук-Ольгинская, Старочеркасская, большие кавалерийские части и, занимая высоты по левому берегу Дона, сильно укрепился. Мороз 17 и 18 января дал возможность Коннармии приступить к выполнению директивы Юго-Восточного фронта от 9 января. Нами была занята Станица Ольгинская и Нижнеподполейский. Но под давлением превосходящих сил противника наши части вынуждены были оставить указанные позиции и отойти за Дон. Снова наступившая оттепель превратила всю низменность на левом берегу реки Дон в непроходимые топи. Бои 20 и 21 января окончились для Конармии и 8-й армии полной неудачей. Причина наших неудач – отсутствие плацдарма для развертывания и маневрирования конницы и скверная погода. Конармии приходится барахтаться в непролазных болотах, имея в тылу единственную довольно плохую переправу через Дон. В разговоре 22 января по прямому проводу Шорин, требуя во что бы то ни стало о владении городом Батайск и Кайсук, допустил несправедливые, оскорбительные и недопустимые выражения по адресу Конармии. Считаем своим нравственным долгом категорически протестовать против подобных обвинений командующего фронтом, которому кто-то освещает положение в ложном свете. Командующую фронтом Шорину нами предложена следующая комбинация. Восьмая армия, оставаясь в Нахичеване и Ростове, берет на себя защиту этих городов, а Конармия перебрасывается в район станицы Константиновская, где легко переправившись на левый берег реки Дон, форсированным маршем поведет наступление на юго-запад, уничтожая все на своем пути. За успех этих операций ручаемся нашими головами. Если же будем продолжать попытки овладеть городами Батайск от Ростова и Нахичеване, наша нравственная обязанность предупредить вас и в вашем лице советское правительство, что мы уничтожаем окончательно лучшую конницу республики и рискуем очень многим. Командующий фронтом Шорин с нашим планом не согласен. «Просим вашего вмешательства, дабы не погубить Конармию и не ликвидировать успехи, достигнутые Красной Армией в этом направлении». Конец цитаты. После телеграммы в штаб Конармии пожаловал наконец-то Василий Ван Шорин собственной персоной. Эта гнида, как и большинство военспецов, предпочитала руководить действиями своих войск, не вылезая из теплого штаба. Только телеграмма заставила его выехать к войскам. Вагон с Шориным прибыл на близлежащую станцию. Он вызвал к себе Ворошилова и Буденного. И с порога начал на них орать, что они только и знают, что водку жрать вместе со всей армией, а воевать не хотят. «Поехали в армию, посмотрите, сколько у нас там пьяных». Климент Ефремович в состоянии запредельного бешенства становился внешне абсолютно спокойным. Глядя на его побелевшие от гнева глаза, Шорин притих. Проехались по частям. Крайне изнуренные тяжелыми боями люди на алкашей не были похожи. После осмотра войск, вернувшись в вагон, Ворошилов снова потребовал отменить преступный приказ. Шорин отказался. Посоветовал, если не согласны, жаловаться в РВС республики, то есть Троцкому. Эта тварь, возомнившая себя полководцем, не знала, что Климент Ефремович и к Ленину дверь ногой открывал. Сразу после разговора с Шориным Ворошилов и Буденный отправили подробную телеграмму о его методах командования Ленину, Сталину и Троцкому с требованием либо снять этого полководца с Кавказского фронта, который к тому времени был переименован в Юго-Восточный фронт, либо, если Шорин устраивает РВС республики, освободить от командования РВС Первой конной. А пока события после отправления телеграммы развивались по старому сценарию. Буденовцев бросали в прорывы, соседние армии стояли. Деникин сосредотачивал против конармии всю кавалерию, что у него была, и прорывы ликвидировал. Силы Первой конной таяли. 2 февраля РВС отправил телеграмму еще и главкому Каменеву. Но Семен Михайлович прямо писал, по правде говоря, после всех бед, лично я мало верил, что наш доклад главкому изменит положение. Большие надежды у меня были на письмо, отправленное Ленину. Здесь из Стаганрога приезжает Ефим Щеденко, который занимался там комплектованием 14-й кавалерийской дивизии, и сообщает, что ему стало известно о нахождении в Курске Сталина. Буденный с Ворошиловым бросаются к телеграфному аппарату. Им удается связаться с Курском и переговорить с Иосифом Виссарионовичем. Тот сообщает, что он уже 8 дней назад добился смещения Шорина, а в Реввоенсовет фронта назначен Орджоникидзе. Семен Михайлович в воспоминаниях приводит разговор от 4 февраля по телеграфу между Сталином и Орджоникидзе. У аппарата Орджоникидзе. Сталин. Здравствуй. Два дня ищу. В Саратове ли? Нашел. Дважды говорил с конной армией. Выяснилось. Первое. Шорин до сих пор продолжает командовать вопреки приказов. Второе. Шорин ведет войну с конной армией. За период последних операций отобрал у нее подчиненные ей в оперативном отношении две стрелковые дивизии. Командарм 8-й армии Сокольников создал вокруг конармии атмосферу вражды и злобы. Третье. Саратовский штаб изолирован от конной и 8-й армии из-за Шорина, ввиду чего он рискует превратиться в фиктивный штаб. В результате всего этого полная дезорганизация правого фланга. Узнав все это, ЦК партии потребовала от меня немедленного выезда в район правого фланга для разрешения вопросов на месте. Но я не мог выехать по некоторым причинам, о которых я здесь говорить не стану. По моему глубокому убеждению, ваш новый комфронт и члены Ревоенсовета должны принять следующие меры. Немедленно удалить Шорина. Второе. Выехать самим на правый фланг. Третье. Объединить группу Думенко с конармией в одну мощную силу, подчинив первую последней. Четвертое. Передать конармии в оперативное подчинение две стрелковых дивизии для опоры на флангах. Пятое. Отставить командарма 8-й армии Сокольникова без промедления. Обо всем этом считаю своим долгом сказать тебе на основании всех имеющихся у меня данных. Если хочешь, я могу потом передать копию одного из моих разговоров с конной армией. Я кончил. Арджоникидзе. Здравствуй. Все, что ты передал, я понимаю, но из-за отсутствия связи мы были не в силах изменить создавшееся положение. Шорин со вчерашнего дня уже не командует. Приказ ему вручен в Купянске. Надеемся, все удастся уладить, хотя с некоторым запозданием. Разговор с конной армией просим передать. Нельзя ли получить через вас конную и восьмую армии? Жду копию переговора с конной армией. Лично я полагаю, что нам по приезде на место удастся живо покончить с этой бессовестной травлей. Уже не первый раз в моем рассказе всплывает имя Сокольникова. Что это был за персонаж? Григорий Яковлевич Сокольников. Настоящее имя Гирш Яковлевич Бриллиант. 26 июля 1936 года арестован по делу параллельного антисоветского троцкистского центра. В том же месяце опросом исключен из состава кандидатов в члены ЦК и из партии. 30 января 1937 года приговорен к 10 годам тюрьмы. А в 1939 году был убит заключенными. Картина вырисовывается очень любопытная из истории боевого применения Первой конной армии. Самое высшее командование Красной армии своими руками целенаправленно, упорно уничтожало соединение, которое создавалось с целью решения оперативно-стратегических вопросов, и это соединение в разгром Деникина внесло решающий вклад. Нам упорно вдалбливали хрущевско-брежневские пропагандисты в головы, что Сталин репрессировал героев гражданской войны. Вот этих шориных, страдая маниакальной подозрительностью. Уже после развала СССР наследники этих пропагандистов тактику сменили. Сегодня слишком явно видно, что к 30-м годам герои начали активную борьбу против советской власти. Поэтому мало кто решается поставить под сомнение правомерность судебных решений по ним. Тогда придумали ход с перерождением элит. И ситуация стала выглядеть следующим образом. Сначала Шорины и Сокольниковы были героями. Потом они зажрались и обленились. Начали стремиться захватить власть с целью жировать на высоких постах. Но вот из истории Первой Конной хорошо видно, что там перерождаться было вообще нечему. Еще и командование в Красной Армии той поры было коллегиальным. Командующий фронтом не был единоличным начальником. За его решениями стоял Реввоенсовет фронта. Посмотрим на подельника Василия Ивановича Нечапаева. Члены Реввоенсовета Юго-Восточного, позднее Кавказского фронта. Гусев, Смилга, Трифонов. Гусев Драбкин из старых большевиков. Примечательно, что в 1910 году он получил, как сам объяснил, нервный срыв на почве долгого нахождения на нелегальном положении. Поэтому с революционной работой на 7 лет завязал. И снова стал революционером уже в 1917 году. Во хитрожопый. Климент Ефремович чего-то нервных срывов не получал, когда его арестовывали и ссылали. Но Гусев Драбкин успел в 1933 году помереть своей смертью, до времени, когда Троцкий призвал своих сторонников к открытому террору. Он не дожил. Смилга. Расстрелян в 1937 году. В 1927 году его за активное участие в троцкистской оппозиции из партии исключили и сослали в Минусинск на 4 года. В ссылке Ивар Тенисович заявил, что он с Троцким ничего общего иметь не желает, раскаялся и просил его простить. Его простили. В партии восстановили. Дали должность заместителя председателя Госплана СССР. Но, оказалось, зря поверили. В 1937 году расстреляли. Когда я говорил, что Семен Михайлович Буденный подавал заявление на прием в партию в политуправление 10-й армии, а там эти заявления терялись. Так вот, Смилга в то время был начальником политуправления РВСР. Все политуправления армии ему подчинялись. Трифонов, тоже старый большевик, расстрелян в 1938 году. У него остался сын Юра. И уже судьба сына совсем не вяжется с наличием у Иосифа Виссарионовича Сталина маниакальной подозрительности. Папу, героя гражданской войны и старого большевика, из-за этой подозрительности шлепнули. А сына Сталин за повесть «Студенты» наградил премией своего имени третьей степени. Вот это уж совсем подозрительно. Кстати, Юрий Трифонов – один из любимейших писателей нашей позднесоветской интеллигенции. Больше всего прославился своей антисталинской повестью «Дом на набережной». Не досмотрел Иосиф Виссарионович, видно. Чувство маниакальной подозрительности у него временами сменялось на наивную доверчивость, что ли? Так разве папа Юрия Трифонова и вся компания РВС-фронта переродилась к 30-м годам? А когда они злонамеренно уничтожали лучшую конницу республики, они еще не были сволочами? А когда они, как члены партии до 30-х годов давали рекомендации для вступления в партию кандидатам, то они выбирали сознательных коммунистов? А всем приспособленцам и подлецам отказывали в приеме? Сами подлецы, а в партию подлецов не пускали? Или наоборот? Они начали ВКПБ набивать карьеристами и тварями. Трифоновых с Милк перестреляли. Но сколько их протеже в партии осталось? Кто теперь скажет? Многое становится ясным, когда биографией Климента Ефремовича занимаешься. Как только отстранили от командования Шорина, и новым РВС-фронта был принят план Ворошилова и Буденного, так Деникин сразу увидел над головой тяжелый медный таз, которым накрывались все его надежды на устойчивую оборону. 11 февраля первая кона начала марш в направлении Платовская-Шарабулукский. А 2 марта в ходе Игорлыкской операции были разгромлены основные кавалерийские части белых, и фронт Деникина начал стремительно разваливаться. Но удивителен не столько подвиг конников Буденного, сколько главное, что обеспечило победу Красной Армии против белых войск, это наличие у белых таких же командных кадров, какими были и военспецы Троцкого. Они же все из одного лукошка брались, из кадров Царской Армии. Зато в Красной Армии были Чапаевы, Фрунзы, Буденные и Ворошиловы, которые вопреки своему высшему командованию громили колчаковских и деникинских генералов не за звездочку на погонах, а во имя революции и освобождению народа. При Егорове первая конная пошла в прорыв и осталась без связи. При Тухачевском, новом комфронтом, пришедшем на смену Шорину, ничего не изменилось. Вообще, мысль назначить бывшего офицера, который в 1914 году всего несколько месяцев находился на должности заместителя командира роты, а потом несколько лет пребывал в плену, на командование армиями и фронтами, мысль очень оригинальна. Тот же Климент Ефремович еще в Луганске в 1918 году командовал отрядом, который был по численности в несколько раз больше, чем гвардейская рота на Германском фронте в 1914 году. И командовал в более сложных условиях. Командовал успешно. И сам армию еще сформировал. Да, конечно, юнкерское училище он не заканчивал. И на скрипочке, как Миша, пиликать не мог. Только два отрывка из мемуаров Семен Михайловича. Конная армия с группой стрелковых дивизий 10-й армии по существу оказывалась перед главными силами Деникина. Мы чувствовали, что предстоящие операции конармии должны были решить судьбу всего Кавказского фронта. К этому времени связь со штабом фронта опять прервалась. И нам приходилось действовать, как говорил Климент Ефремович, по нашему революционному чутью. 4-я дивизия, продвигавшаяся в авангарде армии, в 22 часа 15 февраля неожиданно наткнулась на 50-ю стрелковую дивизию 10-й Красной Армии. Бойцы 50-й дивизии, возглавляемые Ночдивом Ковтюхом, лежали в глубоком снегу и вели бой с бронепоездом и пехотой противника, оборонявшими станцию Шаблиевку. Пользуясь темнотой, передовые части 4-й дивизии обошли белогвардейцев с юга-запада и совместным ударом с частями 50-й дивизии выбили их из Шаблиевки, захватив в плен батальон пластунов 1-го кубанского корпуса генерала-лейтенанта Крыжановского. Овладение Шаблиевкой явилось началом боевых действий 1-й конной армии на Северном Кавказе. Ковтюх сообщил нам, что в направлении Екатериновка, Новый Маныч и Бараники, кроме его дивизии, действует отдельная кавалерийская бригада «Курышка» и 20-я, 32-я и 34-я стрелковые дивизии 10-й армии. Командующий 10-й армией Павлов потерял связь с этими дивизиями и они действовали по собственной инициативе. Посоветовавшись с Климентом Ефремовичем, мы решили в интересах выполнения задачи фронта временно подчинить в оперативном отношении стрелковые дивизии 10-й армии и кавбригаду «Курышка» Реввоенсовету 1-й конной армии. Приглашенные в Реввоенсовет начальники стрелковых дивизий выразили свое согласие с принятым нами решением. Непосредственное руководство пехотой 10-й армии было возложено на Великаново, на дждиво 20-й стрелковой дивизии. У командующего фронтом нет связи с командующими армиями. Командармы, кроме Буденного, не имеют связи с дивизиями. Также скрипач-виртуоз Миша попробовал и с поляками воевать. Зато фонаберии. После завершения Ягорлыкской операции Климент Ефремович с Семеном Михайловичем поехали на трофейном бронепоезде в Ростов, где дислоцировался штаб 1-й конной. Нужно было готовиться к операции по окончательному разгрому Деникина, организовать материальное обеспечение армии. В Батайске узнали, что там стоит поезд со штабом Тухачевского. Как нормальные военные, Ворошилов и Буденный решили посетить своего начальника, представиться ему и доложить о состоянии армии, выяснить, какие задачи будут армии поставлены в дальнейшем. Оцените. Тухачевского назначили командующим фронтом. Части его фронта почти месяц ведут активные боевые действия, завершили крупную наступательную операцию, а Комфронта даже в лицо не видел командующего самой значимой армией. Виртуальный командующий какой-то. И если бы Буденный с Ворошиловым сами к нему не пожаловали, то он бы их так и не увидел, подозреваю. Членом РВС фронта был к тому времени Георгий Константинович Серго Арджоникидзе. Человек прямой, излишней деликатностью не страдающий. Отсутствие излишней деликатности некоторыми обидчивыми натурами часто воспринимается за грубость. На самом деле это не грубость, а манера ставить на место лакея, возомнившего из себя барина. Серго мог и в морду дать лакею перешедшему черту. Семен Михайлович описал первую встречу его и Ворошилова с Тухачевским. Он это сделал достаточно красноречиво. Только в политкорректных выражениях. Цензура другого не допустила бы, потому что искрепач Миша был ко времени написания пройденного пути реабилитирован. Числился в выдающихся полководцах и героях. Прибыв на станцию, Ворошилов с Буденным нашли вагон Тухачевского. Вошли в него, в проходе вагона столкнулись с розовощоким молодым человеком, который спросил, кто они такие. Представились. Розовощокий юноша сразу начал орать. Почему они нарушили его приказ, изменили маршрут наступления конармии с Мечитинской над Торговую. Догадались, что этот молодой розовощокий крикун и есть Тухачевский. Семен Михайлович ему стал объяснять, что, следуя приказу комфронта, они бы попали в места, где невозможно было бы обеспечить лошадей фуражом и погубили бы конницу. Но тот не унимался. На крики вышел Сергу Адженикидзе. Обрадовался, увидев командиров героической первой конной. Оборвал вопли Миши Скрипача, если верить Семену Михайловичу, такими словами. Брось придираться, нужно радоваться, ведь противник разбит, разбит в основном усилиями конармии, а ты говоришь. Даже Екатерина II сказала, что победителей не судят. И он обернулся к нам, будем знакомы, Адженикидзе. Сам факт, что Серго обращался с комфронтом на «ты», при его подчиненных, выглядит вызывающе оскорбительным. В лоб сказал, что противник разбит в основном усилиями конармии, а не благодаря ему-то там мудрому командованию. Тем более командования со стороны штаба фронта вообще не было, ввиду полного отсутствия связи. Означает только одно. Адженикидзе уже понял, каким полководцем являлся Тухачевский. Еще одна креатура Троцкого. И ни малейшего уважения к этому выскочке он не испытывал. А дальше Семен Михайлович пишет вещи уже совершенно комичные. В салоне Тухачевский спросил меня, а как вы здесь очутились? Едем в Ростов. А почему без моего ведома? Мы едем в штаб, и о вас узнали чисто случайно. А узнав, решили представиться. Ну хорошо, сказал Тухачевский, но я же вам в Ростов ехать не разрешал. А разве бывает такой командующий армии, который каждый раз, как ему есть надобность ехать в свой штаб, спрашивает о том командующего фронтом? Прав он, отозвался своим звонким баритоном Ордженикидзе. Чего ты к нему придираешься? Повторил он и заговорил с нами. Мы сами собирались добраться до вас, посмотреть на ваши дела. Очень хорошо, что приехали. А то мы точно не знали, где вас искать. В Белой Глине, в Торговой или Мечетинской. Ну, рассказывайте, каковы ваши дела там. Как конармия? Я представляю, какими ошалевшими глазами смотрели Ворошилов и Буденный на этого полководца. Ну, во-первых, штаб Тухачевского не имел связи с конармией. Поэтому что-то кому-то разрешать или запрещать Миша Скрипач не смог просто физически. Во-вторых, штаб Тухачевского даже не знал, где находится штаб самого крупного подчиненного войскового подразделения. В-третьих, сам Тухачевский представления не имел, где находится командование этого подразделения даже уже после завершения операции, проводимой фронтом. Суммируем все. Вступив в командование фронтом, Тухачевский не догадался лично познакомиться с командующими армиями. Поставить и уточнить им задачи в наступлении лично. После начала операции его штаб сразу утратил связь с армиями. Первая конная пошла в прорыв, беря под свое командование дивизии других армий, которые болтались в полной неизвестности по степи. Уже Деникин был разбит, войска вышли из боя, но Тухачевский до сих пор так и не имел сведений о дислокации штабов и командования. Кто же командовал фронтом? Правильный ответ – никто. Можно было бы заподозрить Семена Михайловича в поклёпе на расстрелянного маршала. Только вот какое дело. С поляками Миша Скрипач воевал точно так же. Ладно, молод он был и неопытен. Но начальниками штаба Кавказского фронта в те дни были военспецы. Сначала Любимов, потом Пугачев. Тоже 1938 год не пережил. Да вообще там в штабе военспецов было как тараканов на помойке. Они не могли подсказать командующему, что во время наступательной операции связь с армиями самая главная. Ну и какова роль военспецов в разгроме белогвардейцев и интервентов? Когда Тухачевский из вагона ушёл, Ворошилов и Будённый остались с Орджоникидзе. Начали интересоваться его мнением о конфронте. Григорий Константинович покатывался со смеха. Клаузевица особенно хорошо знает и почитывает. Дальше Миша Скрипач, больше не нарываясь на то, что ему бывший унтер и слесарь могут опять рога обломать, командовал Будённым так. Подошёл Тухачевский. Пожимая нам руки, спросил. Как дела на фронте, товарищи? Чем порадуете? Всё складывается очень хорошо, доложил я. Разбитые и деморализованные части 2-го кубанского корпуса и примкнувшие к нему подразделения Чеченская и Астраханская дивизий под прикрытием бронепоездов отходят в направлении станиц Хадыжинской и Кабардинской. Наши передовые войска успешно преследуют их. Но теперь мы достигли горных районов, где действия крупных масс конницы затруднены. К тому же в горах совершенно отсутствует фураж. Всё это заставляет просить вас освободить Первую конную армию от боёв за Туапсе и вывести её на отдых. В предвидении новых задач, которые нам предстоит выполнять, это крайне необходимо. Противник основательно потрёпан. Теперь его добьют наши стрелковые части, добавил Ворошилов. Можно использовать 34-ю дивизию, а также приданные нам две кавалерийские, Кавказскую и имени Блинова. Но они малочисленны и тоже утомлены, возразил командующий фронтом. Как малочисленны, не сдавался Ворошилов. Все три пополнены добровольцами и усилены отбитому противника оружием. — Михаил Николаевич, а ведь товарищи, пожалуй, правы, — поддержал нас Арджиникидзе. — От Кабардинской до Туапсе вдоль железной дороги на перевалах и в ущельях конницы действовать будет трудно. Кроме того, нельзя не учитывать, что Кубань скоро разольётся, и тогда первая конная окажется отрезанной в голодных местах. — Всё это правильно, — согласился Тухачевский. — Я представляю, Георгий Константинович, с какими трудностями встретится конница в горах. Но удар по противнику всеми силами скорее бы решил дело. Нам нужно прижать белых к морю и не позволить им ускользнуть через порты. Поэтому-то я и рассчитывал использовать конную армию, надеясь после овладения Туапсе предоставить ей отдых. Тухачевский взглянул на карту и на минуту задумался. Потом поднял голову. Ну хорошо, убедили. Учитывая, что вам предстоит переброска на другой фронт, и, вероятно, даже походным порядком, считаю возможным удовлетворить вашу просьбу. Только учтите, противника в районе Хадыжинской и Кабардинской коннармия должна уничтожить. После этого можете отвезти дивизии на отдых за северный берег Кубани. А 34-ю направьте к Туапсе, она перейдет в 9-ю армию. Запомните, как изменилось отношение Михаила Тухачевского к Ворошилову. Изображать командующего он еще изображал, но уже очень покладистого. 24 марта завершилась последняя наступательная операция Красной армии на Деникинском фронте. Майкопская. Естественно, главную роль в ней сыграла первая конная. Сегодня очень моден у историков взгляд на роль Антанты в гражданской войне, как стремление стран-коалиции максимально затянуть ее, не дать победить ни белым, ни красным. Чушь собачья. Страны Антанты после войны с Германией переживали колоссальные экономические трудности. Поэтому в их интересах было как можно быстрее с большевизмом покончить и начать осваивать Россию, опираясь на марионеток Колчаков-Деникиных. И действовали Англия и Франция в этом плане грамотно. Настойчиво. Они же вообще подняли и пустили в ход все ресурсы, которые только можно было найти. Антон Иванович Деникин жаловался, что не все его заявки по снабжению удовлетворялись. Жаловался он скотина, неблагодарная напрасно. Поставки вооруженным силам Юга России шли огромные. Но Деникин воровство у себя развел еще более грандиозное. Да на одного его и не рассчитывали кирзоны. Они-то цену ему знали. Историки один фактор из вида упускают. Пока шла вся Катавасия с Деникиным, Антанта лихорадочно помогала Пилсудскому создать польскую армию. Туда вбухали еще больше, чем в Деникино. И очень с этим делом спешили. Деникину нужно было продержаться на пару месяцев дольше, и ему на помощь пришли бы поляки. А вот молниеносно проведенные Ворошиловым и Буденном операции поставили крест на плане добить польской интервенцией ведущую тяжелую войну на юге Советскую Россию. Никто не мог предполагать, что первая конная армия выступит как сила, которая Белогвардейский фронт будет буквально рвать на куски за считанные дни. Что белоказачья конница окажется совершенно бессильной перед ней. И представьте, в каком положении оказалась бы наша страна, если бы военспецам и троцкистам удалось в Батайских болотах угробить лучшую конницу республики. Если бы война на юге затянулась еще на пару месяцев. Чем было бы отражать польскую агрессию, если основные части РКК были бы заняты в противостоянии с Деникиным. Только осознавая такие факты, можно понять, почему Климент Ефремович и Семен Михайлович после Гражданской войны стали героями легендарными. С завершением разгрома Деникина сразу поднялся вопрос о переброске первой конной на польский фронт. Там к тому времени ситуация была крайне плачевной. Поляки в марте 1920 года захватили Мазырь. Части Красной Армии под командованием ранее упоминавшегося военспеца Гитиса попытку отбить город провалили. Этот военспец, благополучно разваливший второй фронт, которым он командовал, был смещен. На его место на западный фронт сунули еще одного гения Тухачевского. Второй фронт юго-западный доверили Егорову, который благодаря действиям первой конной числился в выдающихся полководцах. 7 мая в Киев вошла польская кавалерия. Грозила катастрофа. Деникин-то ушел в отставку, но Фсюр вместо него возглавил Врангель. Их главными спонсорами черного барона и Пилсудского были французы, а это уже было гарантией согласованности действий враждебных советской России сил. Ситуация была более чем опасная. Единственной силой, которая могла спасти положение на фронте, была первая конная армия. Но она находилась на Кавказе, почти за тысячу километров от театра Советско-Польской войны. Встал вопрос о ее срочной переброске. И принятие решения о способе переброски армии было бы похоже на веселый водевиль, если бы это не происходило на самом деле. Климент Ефремович с Семеном Михайловичем сразу же, как только узнали о намерении передислоцировать армию по железной дороге, как указывал РВС республики, предложили свой план. Конные дивизии должны были перебрасываться своим ходом, техника, железнодорожным транспортом. Аргументы РВС армии были абсолютно здравыми. Армия же конная. После всадника с шашкой и винтовкой главная составляющая армии – лошадь. Лошадь – это такая техника, которая без воды и корма неизбежно выйдет из строя. Элементарно умрет. По всему маршруту предполагаемого следования только что прокатились боевые действия с белыми. В результате железнодорожная инфраструктура была основательно разрушена. Главное – это разбиты водокачки на станциях. В пути следования не только паровозы было бы трудно водой заправлять, нечем было бы поить лошадей. А конь за сутки 4-5 ведер воды потребляет. То есть на станциях нужно было бы лошадей из вагонов выводить к оборудованным поилкам, либо подавать по системе водопровода в воду к вагонам. Но если нет даже водокачек, то проблема организации водопоя конского поголовья становится неразрешимой. Ворошилов представлял, что такое движение крупной войсковой части по железной дороге в условиях разрухи. Он это пережил во время рейда к Царицыну. Но даже если удалось бы решить проблему с водой, то с обеспечением фуражом уж точно ничего сделать было нельзя. На станциях скирды сена и амбары с овсом не стояли. И трава между рельсой шпал плохо растет. Даже бесполезно из вагона лошадок выводить на выпас. На Кавказе заготовить необходимое количество фуража в ограниченные сроки было невозможно, а сроки поджимали. Даже если бы и заготовили, то для его транспортировки эшелонами невозможно было бы найти достаточного количества подвижного состава. То есть перевозка армии в вагонах привела бы к появлению на Советско-Польском фронте не первой конной, а первой спешенной армии. Кони в пути пали бы за дело мировой революции. Расчеты Ворошилова и Буденного, кроме того, показали, что перевозка займет минимум 4 месяца при условиях изношенности паровозного парка, дефицита топлива и проблем со снабжением. Через 4 месяца воевать будет поздно. Своим же ходом конница тысячу километров спокойно пройдет за один месяц. Маршрут будет пролегать по сельской местности, где нет особых проблем закупить фураж у населения. Да-да, закупали. Именно закупали, да еще помогали крестьянам с сельхозработами. Не банда мародеров перебрасывалась. Но генштаб уперся на своем. Главком Каменев вызвал Борошилова и Буденного в Москву. 30 марта они выехали из Ростова и только через несколько суток добрались до Москвы. В обычных условиях поездка занимала порядка 20 часов, но положение в то время с железнодорожным транспортом было почти катастрофическим. И командование Конармии еще раз убедилось, что переброска по железной дороге невозможна. В Москве у Каменева состоялось совещание, на котором, кроме Климента Ефремовича и Семена Михайловича, присутствовали начальник полевого штаба РВС Республики Лебедев и начальник оперативного управления Шапошников. Решался вопрос о передислокации армии. Штаб РВС настаивал на железной дороге. Лебедев привел убедительный аргумент. Времена Чингисхана прошли, наступил век техники, «Нужно ездить в вагонах, а не скакать верхом». А все расчеты они с Шапошниковым уже сделали. Осталось исполнять. Буденный с Ворошиловым уперлись. Приводили свои доводы, что движение в походном строю позволит сохранить дисциплину. К фронту армия подойдет с обозами, то есть сразу готовый к боевым действиям. Да еще по маршруту следования ликвидируют банды на Украине. Времени понадобится максимум два месяца. Лебедев возражал, Шапошников отмалчивался. Каменев закончил совещание тем, что поручил штабу РВС еще раз проверить расчеты. Естественно, впавший в амбицию начальник полевого штаба мог только подтвердить свои выкладки. Назревала катастрофа. Если бы приказ был отдан, то его нужно было бы исполнять. Крайним за неисполнение приказа сделали бы командование конармии. Попробовали пробиться к Троцкому. Тот принять их отказался. Сослался на занятость работой на девятом съезде РКПБ, который проходил в это время. Оказывается, партийный съезд был как раз в то время, когда Ворошилов в штабе РВС бодался с военспецами. Ах, сволочи! Твари позорные! Простите, но других выражений подобрать не могу. Человека, который столько сделал для революции, который почти во всех дореволюционных съездах участвовал, не раз республику от гибели, в прямом смысле слова, спасшего, даже делегатам на съезд не пригласили. Это был первый съезд после 1907 года, на котором не присутствовал Климент Ефремович. Это пока он с шашкой эскадроны лично в атаке водил, несколько раз едва не погиб, пока он руководил подразделением Красной Армии, которая решала и решила стратегические вопросы обороны, кто-то делал карьеры, а его уже задвинули так, что даже на съезд делегатам не послали. И порторганизацию Первой Конной Армии, армии, обеспечившие разгром Деникина, лишили права послать на съезд делегата. Скоты. Конечно, Кодла Троцкого, которая политуправлением РККА рулила, очень боялась, что Климент Ефремович, как и на Восьмом съезде, с трибуны назовет все, что происходило с командованием фронтами своими словами. Мог случиться скандал нешуточный. Но хоть грамм совести был у будущих жертв репрессий, не было ни грамма. Зачатка в совести не было. Называется, сделал себе карьеру Климент Ефремович. Упал в этой карьере до одного из многочисленных армейских членов Реввоенсовета. А ведь Буденный с Ворошиловым могли оставить под роспись копию своих соображений в штабе РВС и начать тупо исполнять приказ этих военспецов, которые были спецами только в пожирании пайков. И когда все закончилось бы крахом, сдохли бы лошади, и поляки разогнали бы войска под командованием полководцев, можно было бы поднять свои отвергнутые соображения и размазать по стенке и Каменева, и Лебедева, и их начальника Троцкого. Это был бы правильный карьерный ход. Только что было бы со страной советов? Карьеристы решили биться до конца. Нашли в Москве Сталина. Иосиф Виссарионович здесь же выбил им приглашение на съезд партии и там свел с Лениным. Само собой, как только Владимир Ильич их увидел, так сразу же после заседания они оказались у него в кабинете. Беседа длилась несколько часов. Ленина интересовало, как всегда, все. Но главное, он посмотрел выкладки по переброске армии и согласился с ее командованием. Сразу сказал, чтобы ворошило взбуденным, его согласие передали Каменеву. Вопрос был решен. Только врагов себе Климент Ефремович с Семеном Михайловичем в лице руководства полевого штаба РВС нажили смертельных. Начальство, особенно если оно подлое, просто ненавидит, когда подчиненные прыгают через голову. И Лебедев сразу же начал подлечить. Он урезал конармии количество вагонов для переброски техники. На повторном совещании у Каменева Ворошилов запросил для переброски техники и боеприпасов 15-20 эшелонов. Лебедев сократил запрос до 8. Вся соль в том, что по плану самого же штаба РВС для перевозки армии нужно было порядка 110 железнодорожных составов. То есть Ворошилов назвал цифру в 6 раз меньше. На что Лебедев ответил, как свидетельствует Буденный, а почему так много? Вы же сами утверждали, что с железнодорожным транспортом у нас плохо. Больше, чем 8-10 эшелонов не дадим. Вот что этот ответ означал? Я вижу только одно. Если вы, гады, не уважаете начальство и ходите плакаться к Ленину, то мы вас услышали. Вы Ленину говорили, что с железнодорожным транспортом плохо. Ну так и снаряды в телегах возите, и аэропланы, и броневики своим ходом гоните, пушки тоже тащите лошадьми. Пофигу, что после тысячи километров вы их в хлам разобьете. Вам же с поляками воевать, а не мне, бывшему генерал-майору царской армии Лебедеву. Значит, если бы кун-армейцы не возбухали, то нашлись бы 110 эшелонов. А когда они добились своего, то только 10. Семен Михайлович на совещании вскипел так, что Ворошилову пришлось его оттаскивать от этого Лебедева. Каменев с компанией струсили. Они поняли, что если будут и дальше заниматься интригами, то эти двое не остановятся. Эти двое не карьеру делали, они за дело переживали. А таких людей подлецам лучше обходить десятой дорогой. Стоит ли удивляться тому, что как только Фрунзе стал наркомом обороны, как Лебедев загремел из Москвы начальником штаба Украинского военного округа. Настоящему полководцу Михаилу Фрунзе подлая скотина под боком была без надобности. Пусть этот Павел Павлович еще благодарит Бога, что с ним так мягко обошлись, и помер он своей смертью в 1933 году. На Украине он ходил в заместителях и начальниках штаба под Ионом Якиром. Наверняка вместе и приняли бы мученическую смерть от рук сталинских сатрапов. Я знаю, что у вас может возникнуть закономерный вопрос. Куда смотрел Владимир Ильич, если с его любимцем поступали настолько бессовестно? А куда надо, туда и смотрел. Не зря его называли гением в тактике. Владимир Ильич знал, что Клим на любом участке работы сделает все, что от него зависит, и еще немного больше. Конечно, член РВС 1-й конной армии должность не первого ранга. Зато на этой должности Климент Ефремович обеспечил быструю победу в войне, что равноценно в тех условиях вообще победе. И такого человека на задворках держать было преступно. Владимир Ильич и сделал очень грамотный ход. Ну, об этом дальше. 3 апреля 1920 года первая конная двинулась от Майкопа и 26 мая уже начала атаки польских позиций. Как и планировал РВС армии. Еще по пути буденовцы разогнали махновские отряды в Гуляйполе. Сегодня в моде утверждения будто наши военные в 1941 году учились воевать у Вермахта. Кто первым эту ерунду начал продвигать уже вряд ли можно установить. Но ерунда отстоялась к нашему времени до консистенции гранита военно-исторической науки. Понятно, что унтеры сами не способны ничего придумать. Они только за господами подглядывают и копируют как мартышки. Мысль, что это немцы велосипед не стали изобретать, а скопировали структуру и тактику самого эффективного войскового соединения начала 20 века нашей первой конной армии в головы патриотов-националистов почему-то не приходит. Мешает, наверное, этому большевистский характер лучшей русской армии. Невероятно тяжело им прийти к пониманию того, что коммунисты Ворошилов и Буденный в военном деле произвели революцию. Ворошилов и Буденный не страдали комплексами, они у противника не стеснялись учиться, и когда увидели, как Краснов воюет крупными кавалерийскими соединениями, то не стали брезговать этим опытом. Сами такие соединения начали создавать. Но не как мартышки. Они идею массовой конницы развили. Получилось очень интересно. Биограф Климента Ефремовича Кардашов писал о том, как противники оценивали лучшую красную конницу. Вот свидетельство одного из них, начальника штаба казачьей донской армии генерала Келчевского. Красная конница писал он, во все внесла новые приемы, начиная с разведки. Высылая в разведку редко по одному, а большей частью по два и даже по три эскадрона на каждое направление. Они снабжали эскадроны большим количеством пулеметов на тачанках, чего раньше никогда не было. Они сбивали не только разъезды противника, но и крупные его части и всегда добивались цели разведки. Благодаря этому они подходили к полю боя и вступали в бой всегда с открытыми глазами. Дальше вели главные силы в бой, они назначали в авангард полк и даже бригаду от дивизии. Главные силы, подходя к бою и сойдясь на дистанцию действительного артиллерийского огня, не прятали, а смело выдвигали вперед могучую артиллерию с огромным числом ездящих пулеметов на тачанках и с броневиками, которые смело выдвигаясь расстреливали головные части конницы противника. Во время действий своей артиллерии красные конные дивизии на широких аллюрах и огромными массами развертывались и безостановочно шли в атаку. Кавалерийские начальники красных никогда не боялись неудачи в атаке своих головных полков. Они часто даже пользовались этой неудачей. Когда противник начинал преследование этих головных полков при их неудаче, главные силы красной конницы, дав ему увлечься, наносили могучие удары и часто окружали конницу противника своими шедшими на уступе лучшими и отборными полками. Если противник, потерпев неудачу, давал тыл, они жестоко преследовали его на десятки верст, сперва отборными по конскому составу полками, затем отдельными эскадронами преследование велось на один, на два перехода, без боязни очутиться далеко в тылу превосходящих сил противника. По окончании успешного боя конница обычно шла на отдых в неглубокий тыл. Это убуденного было введено в разумное правило. Причем в то время, пока конница отдыхала, пехота, которая предавалась конной армии, чего тоже до сих пор никогда не бывало, держала фронт, служа как бы щитом хорошо поработавшей конницы. Но стоило только врагу поднажать, как конница решительно выдвигалась вперед, наносила удар и дальше или преследовала врага, или вновь заслонялась пехотой. А пока конница преследовала противника и билась с ним, пехота совершала марш вполне спокойно и спокойно занимала указанные ей пункты, чтобы опять послужить щитом конницы. А вот благодаря умелому сочетанию действий пехоты и конницы, не только пехота, но и конница всегда находилась в отличном порядке. Люди бодры и веселы, лошади сыты и хорошо убраны. Конец цитаты. Не правда ли очень похоже на тактику немецких танковых и моторизованных дивизий? Ну и это еще не все. Немцы никогда тупо не ломились сквозь жесткую оборону противника. Они старались нащупать в ней слабые места, рвали там и в прорыв сразу вводили массу подвижных войск на большую глубину. Новшество? Да как бы не так. 26 мая 1920 года первая конная приступила к взлому долговременной обороны поляков у Казатино. Сходу прорыв не удался. Климент Ефремович с Семеном Михайловичем не имели намерения положить армию у польских окопов. Стали искать слабое место в обороне. Нащупали это место. 5 июня под Самогородком смяли Ляхов и армия устремилась в тыл противника на Бердичев и Житомир. Третьей польской армии Рыц-Смиглы стало светить окружение. Поляки начали отступление. Похоже на панический драб. 12 июня буденовцы вошли в освобожденный Киев. 10 июля был занят ровно. Само собой, если Юго-Западным фронтом командовал Егоров, то и командование было точно такое же, как и в начале боевого пути первой конной, то есть без связи и без снабжения. Все повторилось в точности. Но читая мемуары Буденного ловишь себя на мысли, что командованию конармии связь со штабом фронта была нужна как примерно кобыли рога между ушей, только мешая туздечку надевать. Когда временами связь все-таки появлялась, то из штаба фронта шли такие приказы, от которых Семен Михайлович ругался как сапожник, а Ворошилов его успокаивал. Да не горячись ты, может им оттуда виднее. Хрен там, что Егорову было виднее. Если бы сами Буденный и Ворошилов не озаботились безопасностью своих флангов, а рвались на штурм Львова, как армии под командованием Тухачевского на штурм Варшавы, то у Егорова было бы то же самое, что и у Тухачевского. Один в один. Может быть я ошибаюсь, но только действия этих военспецов настолько повторяющиеся и стандартные, что даже смешно. Как против Деникина они отправляли конармию в глубокий рейд с задачей расчленения фронта противника, а сами в глубоком тылу сидели в ожидании, когда им прилетит весточка с фронта о победе, так они и с поляками воевали. Если же связь неожиданно для них появлялась, то они в полной растерянности отдавали первые пришедшие на ум приказы. Только у Александра Ильича снова были в подчинении первая конная, а у Михаила Николаевича такой армии не было. Он решил, что буденовцев ему заменит кавалерийский корпус Гая и вляпался. Гай не буденный и Ворошилова у Гая не было. Поэтому случилось именно то, что и должно было случиться. Пилсудский поймал войска Тухачевского на том, что тот забыл о флангах, ударил по ним и окружил большую часть соединений. Конный корпус Гая попал в котел, был прижат к границе Восточной Пруссии, выдавлен туда и интернирован. И, кстати, начальником штаба у Гая был тоже, естественно, военспец Юршевский. Подполковник курсы Николаевской Академии Генштаба закончил. Видно, о флангах на курсе им не рассказывали лекторы. Польская компания наглядно показала, что с командованием в Красной Армии творится что-то невообразимое. Если еще против подобного себе противника белых войск оно через пень-колоду но воевать было способно, в основном за счет того, что положение спасали такие самородки, как Чапаев, Буденный, Котовский, то против европейской армии оказалось бессильным. Да, польская армия была в то время в полном смысле слова европейской. И вооружена европейцами, и тактика европейская, и инструкторами нашпигована. Даже Шарль Деголь при штабе Пилсудского тогда околачивался. А против первой конной действовала американская авиаэскадрилья. После окончания Советско-Польской войны был проведен разбор полетов. Советское правительство, военное ведомство и ЦК сошлись на том, что не учли фактора национального. Якобы ждали восстания в тылу войск Пилсудского польского пролетариата. Но восстания не случилось, поэтому вместо взятия Варшавы обошлись ничьей по результатам конфликта. Владимир Ильич Ленин тоже согласился с этой оценкой. И сам озвучивал именно такие причины военного провала. Можно спекулировать на том, что Ленин руководствовался в политике принципом всегда говорить правду. Поэтому оспаривать его мнение сегодня не стоит. А может хоть немного подумать и сообразить, что есть такая правда, которую может на публике сказать только враг. Степень боеготовности армии, особенно недостатки и просчеты ее командования, это уже большая и важная военная тайна. Все-таки война в 1920 году еще не была закончена. И противника очень воодушевило бы признание советского руководства, что высший командный состав РКК элементарно воевать не может ввиду интеллектуальной убогости. Сам же главком Каменев так объяснил причины провала наступления войск. Рассматриваемый период борьбы во всем ходе событий оказался краеугольным. По достижении вышеуказанных успехов перед Красной Армией сама собой очевидно стала последняя задача овладеть Варшавой. А одновременно с этой задачей самой обстановкой был поставлен и срок ее выполнения немедленно. Перед нашим командованием естественно стал во всю свою величину вопрос, посильное ли немедленное решение предстоящей задачи для Красной Армии в том ее составе и состоянии, в котором она подошла к Богу и справится ли тыл. И теперь, как и тогда, на это приходится ответить и да и нет. Если мы были правы в учете политического момента, если не переоценивали глубины разгрома Белопольской Армии, и если утомление Красной Армии было нечрезмерным, то к задаче надо было приступать немедленно. В противном случае от операции весьма возможно нужно было бы отказаться совсем, так как было уже поздно подать руку помощи пролетариату Польши и окончательно обезвредить ту силу, которая совершила на нас предательское нападение. Неоднократно проверив все перечисленные сведения, было принято решение безостановочно продолжать операцию. Таким образом, Красная Армия открыто пошла на риск и риск чрезмерный. Ведь операция, даже при удовлетворительном разрешении всех перечисленных условий, все же должна была вестись прежде всего без всякого тыла, который быстро восстановить было совершенно невозможно, после произведенных с белополяками разрушений. Самая операция владения Варшавой с севера крайне отрывала наши главные силы от Ивангородского направления, куда отходили значительные силы белополяков, и затем чрезмерно растягивала наш фронт. Силы же наши не имели возможности получить пополнение, так как железные дороги, оставленные нам белополяками, были совершенно разрушены, с каждым днем таяли. Таким образом, к моменту развязки мы шли с каждым днем, уменьшаясь в числе в боевых припасах и растягивая свой фронт. Каменев, записки о гражданской войне и военном строительстве. Замечательное во всех отношениях объяснение. Очень похоже на мычание школьника у доски, когда учитель строгим голосом спрашивает, почему он уроки не сделал. Школьник отвечает, что думал, что его к доске не вызовут. У Каменева то же самое. Послали войска в наступление, не обеспечив им тыл. Думали, что поляки испугаются и капитулируют, увидев грозные лица комиссаров. Оказалось, что двоечника к доске вызвали. То есть, Пилсуцкий по этому тылу и нанес удар. Это было не командование, а скопище тупых авантюристов, которых к армии на пушечный выстрел подпускать нельзя. Когда их войска угодили в мешок, когда операция была бездарно провалена, они придумали, что рассчитывали на польский пролетариат, и тот их подвел. Интересно, в какой газете они прочитали, что в Варшаве полыхнет рабочее восстание, когда планировали свою авантюру? Вернее, нормальную операцию они превратили в авантюру, забыв о связи, разведке и снабжении войск. Если вы поинтересуетесь, за сколько километров от порядков наступающих армий находился штаб Тухачевского, то больше никаких вопросов по поводу причин провала польской кампании у вас не возникнет. Совсем там ни при чем польский пролетариат. Нет, я не склонен считать, что такие, как Егоров и Тухачевский уже в 1920 сознательно предавали советскую власть. Предателями они стали гораздо позже, когда увидели, что их, полководцев, особо никто героями и полководцами ты и не считает. Дело мне видится гораздо проще обстоит. В 1904-1905 годах деградация генеральского офицерского корпуса в войне с Японией предстала во всей красе. Так позорно и бездарно воевать могли только войска под командованием кретинов. Но до Первой мировой войны в армии ничего не изменилось. Деградация только продолжалась. И офицерский корпус в Первой мировой проявил себя во всей красе. Умудриться во время войны вызвать у солдат, с которыми идешь в бой, лютую ненависть к себе это нечто. Это приговор царскому офицерству. И вот половина этого офицерства по воле Троцкого перекочевала в командные структуры рабоче-крестьянского войска. И что вы хотели от него? Суворовых и Багратионов хотели в его среде увидеть? Там и были Суворовы. Вот 20 мая Ворошилов с Буденным получают директиву РВС Юго-Западного фронта на развертывание. Начинают исполнять ее. Но кое-что из этой директивы становится неясным. Начинают просить встречи с Комфронтом. Заметьте, первая конная главная ударная сила Юго-Западного фронта. Она уже развертывается для наступления. А командующий фронтом еще даже не встретился лично с командованием армии. И не намеревался этого делать. Ворошилов с Буденным на личной встрече настаивают. Егоров ее несколько раз назначает и переносит. За это время поступает от РВС фронта новая директива уже на наступление. А Егоров продолжает от встречи увиливать. Наконец, 23 мая Климент Ефремович с Семеном Михайловичем едут к Егорову. И тут начинается настоящий водевиль. Они задают комфронта вопрос в лоб. Как мы будем прорывать позиционную оборону противника без пехоты? Просят у Егорова хотя бы одну стрелковую дивизию. Получают категорический отказ. Дальше начинаются совсем уж интересные вещи. Семен Михайлович в мемуарах буквально издевается над своим командующим. Но у меня имеется еще вопрос. В директиве не указано, где проходит рубеж обороны противника, его инженерные заграждения. Не определена группировка неприятельских сил в полосе наступления конармии. Кроме того, добавил Ворошилов, совершенно неясно положение наших соседей, фастовской группы и 14-й армии. Командующий фронтом пригласил нас к карте. Из его информации мы узнали, что фронт 12-й армии проходил от устья реки Припять по правому берегу Днепра, затем в обход киевского плацдарма противника на левом берегу до Ржищева. Южнее на линии поток Богуслав-Медвин-Буки оборонялось соединение фастовской группы. 14-я армия занимала рубеж Соболевка-Жабокрин и затем по левому берегу реки Ольшанка до Днестра. Нас, Александр Ильич, особенно интересует противник, с которым придется иметь дело. Повторил я свой вопрос. Сообщения фронтовой разведки весьма скудны. Известно, что примерно на участке Липовец-Квира действует 13-я познанская пехотная дивизия. А в районе Белая церковь Тараща расположена кавалерийская дивизия генерала Корницкого. Но не исключено, что там имеются и другие соединения. Оказывается, в директиве на наступление нет сведений о противнике. Просто никаких сведений нет. И в ней нет даже сведений о соседях конармии. Егоров что-то там пробовал изобразить пальцем на карте. С такого военного станется и пальцем в карту тыкать. Но Буденный продолжил издеваться. Где противник, на которого наступать нужно? В конце концов получили от полководца ответ. Где противник и какими силами неизвестно. Финиш. О, приплыли. Наступление запланировали, стрелки на картах нарисовали, только забыли выяснить, где противник и какими силами. Ну, что здесь сказать. Зато у командующего было военное образование. Правда, уши у него краснели, когда бывший слесарь и бывший унтер его слегка по карте рожей повозили. Конечно, у Александра Ильича была веская причина от встречи со своими подчиненными увиливать. Вы теперь точно уверены в том, что я клевещу на Егорова и его собратьев военспецов, когда называю их баранами. Не будь на Юго-Западном фронте Первой Конной, там произошла бы та же катастрофа, как и у Тухачевского, если бы вообще удалось оборону поляков прорвать. Самое интересное, что вполне осознавали свое ничтожество такие, как Тухачевский. Только осознавали это в момент, когда их так снова принималась горделивая поза со скрещенными на груди руками. Наполеоны, блин. Миша-скрипач, когда начался разгром его фронта поляками, отойдя от первого шока, сразу сообразил, кто может предотвратить катастрофу. Мигом связался с Троцким и Каменевым и выпросил себе буденовцев. Только уже поздно было. Зато в мирное время Эхидно за глаза посмеивался над некультурными и необразованными Ворошиловым и Буденным. На это ума и воинского таланта у него хватало. И будь на месте воинспецовской бестолочи, на командовании фронтами люди, которые эти бестолочи, поддерживаемые Троцким, не дали возможности карьерного роста, такие самородки, как Ворошилов, Буденный, Фрунзе, то гитлеровская Германия столкнулась бы в 1939 году не с просравшими наследства Пилсудского гонористами-маршалами. Если бы вообще смогла гитлеровская клика вырасти во что-нибудь серьезное, все-таки граница с Германией была бы общей, удавили бы взародыши. Но это альтернативная реальность, бог с ней. На этом очередной эпизод жизни Ворошилова, а с ним неразрывная история страны советов, нашей страны. Я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал и не только на Ютубе. Просьба ко всем подписчикам и тем, кто только над этим раздумывает. Непонятно, что дальше будет с Ютубом в свете последних событий. Ясно одно то, что ничего не ясно. Подписывайтесь на мои каналы на Яндекс, Дзен, Рутуб и Телеграм. Ссылки в описании. Посмотрите хоть одно видео на тех платформах. На Дзене есть все, что на Ютубе и даже больше. А Рутуб и Телеграм только начал осваивать. Но потихоньку там тоже будет весь контент. Ссылки работают, их нужно скопировать и внести в адресную строку. На этом прощаюсь с вами до следующей встречи на одном из моих каналов. Давайте подстрахуемся, чтобы не потерять друг друга. До свидания, друзья.